Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Обманутым дольщикам нового Сергеева выделят 263 миллиона. Деньги пойдут на выплаты компенсации покупателям квартир в недостроенных домах. Предполагается, что 99% этой суммы будет выделено из областного бюджета, 1% из бюджета Федерального фонда развития территорий. Позднее, как рассказал зампред областного правительства Алексей Жердев, эти деньги вернутся в бюджет области. Поправки для выделения суммы рассматривают на заседании ОЗС. Всего в новом Сергеево недостроены 12 объектов, число пострадавших дольщиков 81. Кроме домов нового Сергеева в списке проблемных в регионе еще 8. По всем объектам, отмечают в правительстве, найден путь решения проблем дольщиков. 273 предприятия вернулись в Кировскую область за счет мер поддержки. В региональном министерстве промышленности, предпринимательства и торговли рассказали, что с 2022 года в Кировской области стала снижаться тенденция по уходу бизнеса в другие регионы. Если в 2021 году из региона ушли 554 налогоплательщика, то в 2022 году на 21% меньше. За первое полугодие этого года из Кировской области перерегистрировались порядка 170 налогоплательщиков. В то же время бизнес начал возвращаться в регион. Так, за 2022 год вернулись 144 предпринимателя, а за первые 6 месяцев этого – 129. Закрыть один из алкомаркетов в Кирове удалось только через суд. Речь идет о магазине «Ближний», который расположен в доме номер 57 на улице Ленина. На него часто жаловались жильцы дома за незаконную продажу алкоголя. Владельцы и продавцы магазина пять раз привлекались к административной ответственности. Сотрудниками полиции при проведении не менее 11 рейдов изъято из оборота более 2000 литров алкогольной продукции. Но все эти меры не оказали никакого воздействия. Тогда прокуратура через суд потребовала признать деятельность владельца алкомаркета незаконной. Суд с требованием обвинения согласился. Напомню, закон о запрете продавать спиртные напитки в жилых домах вступил в силу больше года назад. Сразу после этого закрылись многие сетевые магазины. Но точки в формате 24 часа продолжили работать, несмотря на запрет. Жалобы на них по-прежнему появляются. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова